Беларусь И все это для человека Ничем не измеришь духовного богатства советских людей Потому так многолюдно в читальных залах, в библиотеках, в университетах культуры Учиться, познавать законы природы и общества, проникать в тайны мироздания Стало жизненной потребностью советского человека, преобразователя Земли, покорителя космоса Это Пинск, один из городов Белорусского Полесья И здесь зрима наша созидательная Новень Для тех, кто тут родился и трудится, он самый красивый и солнечный Чтобы работать и жить по-коммунистически, надо знать все больше и больше Эти юноши и девушки стремятся к знаниям, к свету А эти? А куда они держат путь? Куда спешат? Ведь для них светит солнце, но бегут они от него, их манит мрак Это сектанты, носители пережитков проклятого прошлого К сожалению, есть еще религиозные секты Их реакционная идеология поддерживается сектантскими центрами капиталистического мира Об одной из самых реакционных религиозных сект рассказывают кинодокументы В Пинске, на Литейной улице, стоит небольшой, внешне ничем не примечательный домик В нем свили свое гнездо сектанты-пятидесятники Здесь гостеприимно встречает паству? Нет, здесь ловко опутывает доверчивые сердца и души Петр Полховский Организатор и вдохновитель сект Смиренное лицо, не правда ли? Но это смирение и кротость только личина За ней скрывается и зувер, и мракобес Что же проповедует здесь Полховский и Ижи с ним? Отдай всего себя Богу, очисти свою греховную душу молитвами Лишь в страданиях ты познаешь Божью благодать Все земные радости тяжкий грех Эти одурманенные люди, идя на поводу у сектантских проповедников Становятся невольными пособниками врагов коммунистического строительства Заокеанские мракобесы заботливо снабжают своих духовных братьев во Христе Идейным товаром Ведь что велят им духовные пастыри? Работать на благо общества нельзя Учиться, расширять знания о мире и человеке нельзя А что же можно? Можно и должно страдать и молиться Молиться и терпеть Истязать тело и душу Ибо только страдание путь к искуплению грехов Человека здесь доводят до иступления и безумия Как неестественно и дико выглядит это в наши дни В век атома, счетных машин и спутников А разве это не дикость? Каждый раб Божий должен принять водное крещение Не важно, что речка мутноватая и грязноватая Но выйдешь ты из нее, как из библейской Иордана С сестрою во Христе Окунет разок пресвитер И на тебя снизойдет благодать Духа Святого После каждого такого омовения В карман пресвитера приплывает немалая толика грешных денег От сестер во Христе Так Святоши обманывает этих заблудших Отравляет души Лишает их жизнь большой цели и смысла Чего только не оправдывает ханжеская мораль Вот Пятидесятница Анна Василевская Сама она же давно слывет святой От всего отрешилась Анна Даже родные дети ей нипочем Бросила их на произвол судьбы И все ради Бога Детей Василевской заботливо пройтили в детском доме Перед Павликом и Мишей Открылась большая и светлая дорога в жизнь А их набожная мать Тонной ношного сдает молитвы Погрязла святая в блуде Нашла сожителя, брата во Христе Некоего Колтовича Этот лоботряс усердно помогает ей Вымолить местечко в раю Ничего не скажешь, святая парочка Эти вовсе домолились Странятся людей, отводят взор, бегут Разве это не одичание? Не хотят эти руки трудиться Иван Вербицкий ждет сошествия святого духа На землю прямо сюда, в деревню Редьки Ждет и молчит И заставил всю семью сомкнуть уста Так и текут в молчании и безделии дни В доме пусто Хоть шаром покати Все пожертвовано на святое дело Отец праведник И сына своего доводит до отчаяния Двенадцатилетний Миша Перестал ходить в школу Чуждается сверстников, товарищей Которые учатся Пытливо обладевает знаниями Они растут счастливыми, жизнерадостными Готовя стать активными строителями Новая жизнь А тебя, Галя, что тебя ждет? Кто в твои детские ручонки дал Библию? Почему ты, Галя, не танцуешь со своими сверстницами и подружками? Почему нет тебя, Галя, здесь? Душу маленькой Гали упорно отравляет отец Константин Кривошенко Ярый сектант Он и дочь свою ввергает во тьму и невежество Он готовит ей такую же участь Он хочет, чтобы она так же иступленно молилась Чтобы она была оглуплена и одурманена, как они Чтобы она отреклась от всех радостей жизни Чтобы она чуждалась людей и света Такую страшную судьбу готовил Галя Ослепленный религиозным фанатизмом отец Во имя Божьего он готов на все, что ему душа ребенка Так велят духовные пастыри вроде Полховского и Ижи с ним Это они внушают верующим, что Бог прощает все грехи Если человек прольет собственную кровь По вере в этому, Анастасия Бобчонок в религиозном повречении Убила свою родную тринадцатилетнюю дочь Ларису Во искупление грехов И себе руку отрубила во искупление грехов Нет и не может быть греха большего, нежели убийство ребенка Нельзя молчать! Мы протестуем! Преступление мракобесов-пятидесятников Не имеет ничего общего со свободой вероисповедания Которой пользуются граждане нашей страны Мракобесов к ответу! Слушается уголовное дело по обвинению Полховского Петра Михайловича Полховского Ивана Ивановича И Антоновича Степана Яковлевича За нелегальное проведение религиозных сборочек секты пятидесятников И привлечение малолетних и несовершеннолетних детей в указанную секту То есть в преступлениях, предусмотренных статьями 159-й и 162-й Уголовного кодекса Белорусской Советской Социалистической Республики Наш старый знакомый Полховский У него теперь уже нет былой кротости Ведь он разговаривает не с поствой Он держит ответ перед народным судом Дела его говорят сами за себя В годы войны он был связан с фашистской полицией У него в хозяйстве трудились смертники из гестаповских канцлагерей Потом, когда Полховскому в конец измученные люди были больше не нужны Их расстреливали От возмездия он увильнул Прикинулся душевнобольным А сейчас бывший душевнобольной Изображает себя святошим Он нигде не работает А зачем ему работать? Вот его теплицы и парники Не с божьей помощи выращивает сектант полховские овощи А эксплуатирует труд верующих Вот показания свидетеля Шелемета Немало гнул спину он на усадьбе Полховского Выращенные чужим трудом помидоры Отправлялись на самолетах в северные районы страны И сбывались в три дорога Святоша Торгаш Обманет, помолится, помолится и опять обманет А вот другой апостол мракобесия Иван Полховский Пресвитер секты Тоже нечист на руку Спекулянт перепродал три дома И немалый куш получил Подсудимый Полховский, расскажите За что вы были судимы к десяти годам лишения свободы? Был судим в сорок четвертом году Когда призван в армию За то, что оказался взять оружие Шла война Советские люди не жалели жизни А он не взял в руки оружие Не захотел защищать родину Он, Полховский Все прощал оккупанта Он же добр, кроткий А теперь этот предатель Стал духовным отцом сектантов Свидетельствуют дети Но почему у них такие угасшие взоры Перепуганные лица Едва слышны лепет Полховские искалечили их юные чистые души Часами простаивали здесь дети на коленях Творили молитвы, не понимая их смысла Зубрили псалмы Вот почему и нет радости на детском лице Иры Казакевич Изуверы запретили Ирочке веселиться Играть, читать книги, стать пионеркой Все грешно Они запугали ее страшным судом С этим нельзя примириться Ведь ее могла постигнуть участь Безвременно погибшей Ларисой Бобчонок О преступлении главарей секты Могут рассказать не только находящиеся в зале свидетели Изуверу пятидесятников обвиняет Анеля Тишкевич В этом доме она пережила кошмарные дни Сестра во Христе Янина Позник Замомила Анелю в дом ярого сектанта Павла Урбана Они силой хотели затянуть меня в секту, рассказывает Анеля Говорили, что, мол, в меня вселился дух сатаны Меня привязывали к этому столбу, к спинке кровати Целыми ночами они бесновались в молитвах около меня Чтобы заглушить мои крыки о помощи Потом нанесли мне ножом рану Это называется у них выпустить верховную кровь Выступает свидетель Леонид Иванович Сандригайло Как врач-психиатр я хочу предоставить суду материалы Изоблачающие изуверский характер сект пятидесятников В прошлом году было шесть случаев помешательств на религиозной почве Желаю как врач проверить более подробно В чем же сущность, почему эти люди заболели этой манией религиоза Я лично сам отправился в дом полковского И посмотрел лично сам, как проходят эти молитвы Я обратил внимание, что в этом доме было очень много детей В зале стояла какая-то мертвая гробовая тишина И потом раздался какой-то жест Как все люди, словно ошеломленные какой-то идеей, бросились в маму Они закрыли лицо руками, начали рыдать, плакать, изгласкать слез Издавать какие-то неестественные звуки Как позже я узнал, это было говорение иными языками Это говорение с Богом, чтобы сошел на них Дух Святой Они тряслись, убивались, плакали и не замечали друг друга И тогда мне стало ясно, в самом деле, как можно иначе представить влияние на душу человека Проповедование их идей о скорой гибели мира О каком-то священном огне, в котором сгорят все И останутся только те, кто очистил свою душу от греха И тогда мне... Здесь, в зале суда, присутствует Иван Бень Это о нем говорит врач Андре Гайло Я помню, это было в мае прошлого года Я сидел в кабинете И помню, он открыл дверь Такого небольшого роста человек Молодой, мальчишка совсем Сразу же начал бросаться на пол Какие-то жесты производить в воздухе Говорит, три точки, конец света Скоро война Исаак, Авраам, спасите душу Это был помраченный человеческий рассудок Напичканный этими затуманенными идеями Полученными в доме Полховского Я хочу еще привести один очень яркий Показательный пример Религиозного помешательства больной кот Екатерины Ивановны Когда в светлые промежутки в больнице Я беседовал с Екатериной Ивановной Кот, она мне говорила Доктор, я сижу дома И иногда начинаю плакать Плакать с горькими слезами Мне начинается думать Может быть действительно во мне внутри сидит сатана Может быть действительно я заболела сатанинской болезнью Она оторвалась совершенно от людей И решила покончить жизнь самоубийством Я привел эти страдания Чтобы показать истинное лицо Сиящих здесь на скроме подсудимых преступников Которые своими действиями Своими молитвами Своим насильственным вовлечением молодежи в секте Приводят их к нервным психическим потрясениям Заболели эти люди Это не их вина Это вина ваша Почтенные пророки Божьи Пусть бред больного Беня Пусть слезы и душераздирающие вопли Больной кот Екатерины Ивановны Будет вам напоминанием О ваших гнусных делишках перед обществом Выступает общественный обвинитель Иван Тимофеевич Бондаренко Советское общество Наше социалистическое государство Не может допустить изуверского воспитания детей Нужно применить в силу закона Сурово наказать религиозных ханжей и мракобесов Которые именем Бога Калечек детей Закрывают перед ними путь К счастливой, радостной жизни Активных строителей коммунизма От лица трудящихся города Пинска Пинского района Я обращаюсь к суду С просьбой Во имя гуманности На основании советского правосудия Сурово наказать подсудимых Народный суд воздал Говорям секты по заслугам Деятельность апостола мракобесия Осуждает и те, кто был ими одурманен И вырвался из сектанских пут Как сделал это Степан Тарасюк В детстве мне пришлось хлебнуть много горя Мой отец, сектант-пятидесятник Заставлял и меня молиться Богу Не разрешал ходить в кино Читать книги Стать пионером Мне стало жить очень тяжело Я ушел с дому Мне хорошие люди помогли Найти свою дорогу в жизнь Я стал комсомольцем И по путевке комсомола поступил учиться В училище механизации сельского хозяйства Моя мечта стать трактористом сбилась Галя Коновальчик некогда знала лишь псалмы Да Библию Но вскоре она поняла всю ложь Вероучения сектантов И порвав с ними Нашла свое место в жизни Ты правильно сделала, Галина Бывший пресс-свитер секты пятидесятников Рабочий Велийского завода строительных деталей Ракетский Осуждает изверские обряды Братьев во Христе Свободный от предрассудков Он теперь высмеивает нелепые ритуалы секты В которых сам недавно участвовал Федор Степанович понял Что настоящее счастье в труде Ибо нет большего счастья Чем строить, созидать Творить на благо нашего народа Мы, люди коммунистического завтра Не можем мириться с мракобесами И наша идейная борьба С религиозным сектанством Является борьбой за торжество Коммунистического мировоззрения Во имя счастья детей Во имя светлого будущего Советские люди преобразуют мир Уверенно идут навстречу Своей великой цели Коммунистического мировоззрения